Испытание позади. Настало время получать награды. Всероссийский конкурс ученик года завершился. Торжественную церемонию провели в концертном зале педагогического университета, где собрались школьники из 42 регионов. Шумные, веселые полторы сотни участников приехали вместе с одноклассниками и родителями. Шоу-программа с выступлениями ярких коллективов Ульяновска сменилась официальной частью. Умниц и звездочек поприветствовал губернатор Ульяновской области. Ребята, вы большие молодцы. Вы не испугались конкуренции. Смогли подемонстрировать свои знания, навыки, смелость и силу воли в честной и крайне непростой борьбе. Российский союз молодежи ежегодно выступает с организатором конкурса. На церемонии талантливых школьников приняли в ряды этой структуры. Выдал парт билета юношам и девушкам столичный гость Павел Краснорудский. У нас есть традиция. Мы на финале конкурса ученик года, уже не первый год. Принимаем в ряды Российского союза молодежи, наиболее активных, талантливых и тех ребят, которые в принципе захотят вступить в ряды Российского союза молодежи. Также на сцене наградили победителей различных номинаций. Ну а после все узнали имя главного триумфатора, ученика года 2022. Им оказался Владимир Терехов из Курска. Парень из многодетной семьи наиболее успешно выполнил все задания. Владимир не первый раз участвует в конкурсах. Молодой человек был уверен в своих силах и настроен на победу. Спасибо большое организаторам конкурса, потому что мероприятие проведено на высоте, так как именно по направлениям конкурса распределены дети. Их не очень много, но и немало. Идет постоянный коннект между участниками, идет постоянный коннект между организаторами. То есть мы можем спросить как и членов жюри, так и организаторов конкурса. Подготовила Владимира к конкурсным испытаниям Ольга Жилина, директор Курской школы номер 57. Ольга Александровна также является бабушкой победителя. Главное раскрыть талант. Еще важнее не помешать расправить крылья подрастающему поколению. Опытный педагог в каждом ученике найдет способности и поможет вырасти интеллектуально и личностно. Володя с самого первого класса был очень любознательным мальчиком, любящим читать. И наверняка семья ему помогла в этом, что он не останавливается над достигнутым, а идет все вперед и вперед. Напомним, конкурс ученик года впервые провели в 1999 году. С тех пор он стал ежегодным. С каждым разом все масштабнее и с охватом новых регионов. В 2009 конкурс вышел на уровень Приволжского федерального округа. В 2011 он стал межрегиональным, а спустя 8 лет ученик года приобрел статус всероссийского.